Привет! На этом канале давно не было видео, но повод хороший. Я не мог пройти мимо игры в сеттинге современной Японии, где можно ходить от первого лица в открытом Токио, делать какие-то активности, убивать призраков, возможно гладить собак и котиков, и это вообще невероятно атмосферно. Я наверное много раз об этом говорил, но для меня определяющим фактором удобного игрового процесса всегда остаются стабильный фреймрейт и четкость картинки. Именно поэтому, пытаясь подобрать подходящие настройки графики для этой игры, я стараюсь держать разрешение в нативном виде. Если дисплей 1080p, значит игра должна выдавать 1080p, по крайней мере для интерфейса. Именно поэтому я очень рад переходу на Unreal Engine 4 для этой игры, потому что здесь есть не одна, не две, а даже целых три опции по масштабированию разрешения игры, которые помогут выжать еще больше кадров в секунду, не слишком сильно жертвуя четкостью изображения. Итак, начнем со стандарта. Низкие настройки графики, разрешение дисплея 1080p, всего две опции переключены не на самое минимальное значение, это отражение и глобальное затенение. Отключив обе, можно выиграть еще пару-тройку FPS, но визуально оно того совершенно не стоит. В игре очень много мокрых или стеклянных поверхностей, которые должны отражать все, что находится вокруг. И отключать отражение полностью, это все равно, что лишать себя целого слоя визуального с этого графонистого торта. То же самое можно сказать про глобальное затенение. Это буквально тени между множеством мелких детализированных объектов, которые делают этот мир глубже. С такими настройками графики в начале игры средний фреймрейт будет приблизительно 35 кадров в секунду. Но как только начинаются столкновения с противниками или мы входим в более детализированную область, фреймрейт проседает значительно ниже приемлемого уровня. Значит нужен запас производительности для таких ситуаций. И здесь на помощь приходят оставшиеся три опции масштабирования изображения. На моей видеокарте конечно не поддерживается DLSS, потому остаются всего две. Это AMD FSR и Temporal Super Resolution от Unreal Engine. Самый производительный вариант это Performance. В нем игра рендерится в 50% от выбранного разрешения. Что на первый взгляд может показаться очень малым значением. Ведь игра начинает работать в разрешении буквально 960 на 540 пикселей. И растягивать это до полного размера в 1080p при обычных обстоятельствах было бы очень-очень мыльно. И если масштабирование от AMD справляется на минимальных опциях действительно не лучшим образом, то вот Unreal TSR показывает действительно приличную картинку даже на самых минимальных значениях масштабирования. С опцией TSR выставленный в режим Performance, средний FPS в начале игры 55 кадров в секунду. И это уже можно считать достаточным запасом производительности для любых боевых столкновений в будущем. Уверен, что ниже 30 кадров игра вряд ли будет опускаться. При этом, как видите, сохраняется достаточная четкость изображения, которой, к сожалению, AMD FSR в режиме Performance не может похвастаться. Но в отличие от TSR, технология от AMD явно меньше ест ресурсов на сам процесс масштабирования. Так можно получить практически стабильные 60 кадров, но четким это изображение я уже назвать не могу. Думаю, именно здесь каждый решит для себя сам, что ему важнее. Я просто вам показываю, как эта игра выглядит и работает на железе такого уровня. А теперь действительно полезные советы. В игре есть опция по блокированию FPS в заданных значениях 60, 30 и так далее. Таким образом, если у вас игра выдает, например, 30 кадров всегда, и вы хотите просто заблокировать фреймрейт в этом значении, чтобы он не скакал со стороны в сторону, и геймплей был плавным, я не советую пользоваться этой опцией ни в коем случае. Если посмотреть на график фреймтайма, который я заботливо для вас вывел внизу экрана, видно, что это совершенно не ровная линия. И о плавности движений камеры, персонажам, и в целом удобности игры, например, при капе в 30 фпс, можно забыть. А игра на самом деле довольно приемлемо работает в 30 кадрах, если их заблокировать другой программой, например. Для блокировки фреймрейта с ровным фреймтаймом я рекомендую использовать либо RivaTuner, либо же опцию в настройках драйвера вашей видеокарты. У меня оба варианта работают исправно, и игра выдает стабильные 30 кадров с идеально ровным фреймтаймом 98% времени. Все-таки небольшие подлаги при подгрузке новых локаций или просто при компиляции шейдеров, к сожалению, никто не отменял. Либо можно вообще не блокировать фреймрейт и играть со скачущим количеством кадров. Плавности, конечно, станет больше, и отзывчивость управления станет резче, но эта самая отзывчивость будет постоянно меняться в зависимости от того, сколько кадров выдает игра. Ну и, наконец, если вам еще немножко не хватает фпс, можно использовать метод, который я применял в одном из своих предыдущих видео. Картинку можно сделать немного более широкоформатной, снижая разрешение игры по вертикали. Я оставлю в описании и во всплывающей подсказке видео, как это сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok